Почему шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» побило просто все рекорды по просмотрам и какие инструменты с точки зрения маркетинга, продвижения и социальных сетей были использованы в этом шоу, которые мы можем забрать себе эксперты, инфопредприниматели, продюсеры и просто люди, кто хочет классно и масштабно развиваться в социальных сетях. И это одно из немногих реалити-шоу, которое вызывает интерес как у широкой публики, так и у достаточно узкой. Символично, что это видео я вам записываю в Дубае, на острове Пальма, ровно там, где и жили звезды и победившие в отеле. Мы уже вернулись из европейского отпуска, если кому-то хочется продлить лето и посмотреть на то, как же сейчас все происходит в Европе, можете посмотреть мой влог. И да, рубрика разборов очень популярна на моем канале, но сегодня именно первый разбор реалити-шоу на те инструменты, которые каждый может применить в свой блог, в свое продвижение. Но перед тем, как начать разбираться, давайте познакомимся. Меня зовут Ася Тарасова, я эксперт по монетизации соцсетей, самозапускам и запускам на Интубе. Также являюсь мастер-коучем ICTA и помогаю гармонично и экологично для себя приходить к любому масштабу результатов. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить будущие полезные разборы и видео. И напоминаю, что в своей инсте я транслирую жизнь Дубая и полезные кейсы в росте, в работе. А в Телеграме раскрываю все еще более подробно в аудиоподкастах. И базово первое, с чего мы начинаем с вами выстраивать стратегию любого успешного проекта, успешного блога, успешного, я не знаю, какого-то прецедента или кейса в контенте, это две суперфундаментальные вещи. Это анализ целевой аудитории и анализ конкурентов. Мы сегодня с вами душнить не будем, в какие-то дебри уходить не будем. Я с вами поделюсь именно своим видением, суперпростыми словами, суперкаких-то простых инструментов, которые вы можете внедрить себе на проект. Там плавает женщина и на русском орет цапли, чтобы она к ней подлетела. Если говорить про целевую аудиторию шоу, то есть про людей, для кого это шоу изначально предназначено и кто будет его смотреть, это максимально широкая целевая аудитория. То есть задача шоу была захватить как можно большее количество людей, не только массовую аудиторию, не только какую-то там VIP-премиум аудиторию. То есть была цель захватить сразу всех, как это делают и многие другие реалити-шоу. Но если мы будем переходить к анализу конкурентов, скажем так, других реалити-шоу и посмотрим, какие есть похожие вообще виды, мы можем увидеть шоу «Звезды в Африке». Но в отличие от «Выжить Дубая», там не было соблюдено определенного ряда условий, чтобы оно было настолько же интересное в наблюдении, как и «Выжить Дубая». Так как задача захватить максимально широкую целевую аудиторию, нужно чем-то ее цепануть, затригерить. И в данном случае это был наш любимый «Дубайчик». Потому что если мы проанализируем, в принципе, какие-то популярные рилс, которые залетают, среди них очень много юмора про то, что Дубай — это люкс, Дубай — это богатая жизнь. А вот бы мне в Дубай, очень многие люди мечтают поехать именно посмотреть на Дубай. То есть у него сейчас достаточно такая хорошая репутация, несмотря на ту, которая была там несколько лет назад буквально. Сейчас это очень интересное, востребованное туристическое направление, которое вызывает интерес и ассоциируется с богатой жизнью. И давайте сейчас проводить мостики, потом проведем к смыслу по контенту. Людям нравится наблюдать за медийными людьми. Как правило, медийные люди — это богатые люди. То есть это там голливудские актеры, телеведущие, певцы и так далее. Это люди медийные, и это люди, как правило, богатые. И у людей есть потребность и тяга наблюдать за успешными людьми, есть потребность и тяга изучать какие-то места за границей. Почему «Орел и решка» стал настолько популярным, да? И у людей есть потребность при этом смотреть на похожих на себя героев. И выжить в Дубае — это феноменально все объединилось в одну точку. То есть Дубай — вот это люксовая жизнь, плюс людям интересно, кто не был, посмотреть, а каково это жить в Дубае, а каково это здесь там вести какие-то проекты, а каково это здесь, ну вообще, каким образом здесь протекает жизнь. Соответственно, у нас была звездная команда с знаменитыми людьми медийными, за которыми люди привыкли наблюдать. И команда героев из народа, народная команда, в которых каждый человек видел путь героя, видел себя, и таким образом отождествлял себя с одним из этих героев. Какие мы можем сделать выводы? Во-первых, людям всегда интересна какая-то жизнь, отличающаяся как-то кардинально от их жизни. Поэтому, если вы живете за границей, если вы живете в каком-то, не знаю, необычном городе, например, там Калининград или Питер или Москва, то есть города, в которые люди хотят попасть, обязательно, даже если вы эксперт, транслируйте это как одну из линий вашего контента. Вам точно не будет от этого хуже. Ваш блог не станет там супер широким, но за счет того, что вы имеете причастность к чему-то, что интересно другим людям, и у людей будет возникать еще одна ассоциация с точки зрения личного бренда, что, я не знаю, там, это Аня, она дизайнер, она живет в Германии. Ага, у меня ассоциация. Ну и, соответственно, у людей есть тяга к всему люксовому. Ну, то есть к каким-то, вот, не знаю, там, люксовым отелям, предметам роскоши, к каким-то дорогим вещам. И почему в блоге у людей, не знаю, там, часто залетают рил с какими-то распаковками брендов. Почему люди стараются там в сторис где-то в контенте использовать дополнительно, что вот я сушу волосы на Dyson, а вот у меня в луке, вот, кстати, вот такая сумочка. Или фоткают какие-то, знаете, фоновые сторис, фоновые фотографии для постов, чтобы было видно какую-то брендовую сумочку, или было видно какую-то сережку брендовую, или было видно, там, какое-нибудь кафе-люксори, в которое этот человек сходил. Почему? Потому что подсознательно у этих брендов уже выстроено огромным количеством лет маркетинг. И есть ассоциации, что это бренд дорогой, у него хороший маркетинг. Если человек присоединяется к этому бренду, то у меня, как бы, к нему автоматически больше доверия. Я не скажу, что это супер-классный прием и супер-классный триггер. То есть это в каком-то смысле триггер-авторитет. То есть есть авторитет у какого-то бренда, человек надевает на себя этот бренд, и как бы, якобы, немножко приобщается к авторитету этого бренда. Вот сейчас там все скупают эти сумки Hermes, все, я не знаю, там, что-то еще носят. Неважно. Что я могу здесь сказать? Это неплохой прием, то есть все равно, даже если к вам приходят осознанные люди, которым это все не так важно, все равно, несмотря на бренды, чуть-чуть посерьезнее вас воспринимают, да? Но этого не должно быть перебор. То есть не должно быть перебор, когда вот у нас вот эти блогеры, которые все там с ног до головы, там везде написано Gucci, я не знаю, еще что-то такое. То есть это немножко обратная сторона медали, где это уже настолько вычурно, что ты уже человека реально воспринимаешь как какого-то, я там, не знаю, инфо-цыгана, который купил вот эту паленую одежду, чтобы казаться кем-то, а не быть. То есть первый триггер, который используют «Выжить в Дубае», это по факту вот этот вот авторитет, люксовая жизнь, какая-то недоступность, да? То есть то, куда людям всегда интересно заглянуть, как вот эта вот передача по домам, где хочется люксовые дома посмотреть. Ну вот сериал Кардашьянов про люксовую жизнь. То есть это всегда интересно. И как раз «Выжить в Дубае» мало того, что это реалити-шоу про выживание, что априори уже интересно, но в отличие от «Звезд в Африке», ну не всем интересно, а как там люди живут в Африке. Не всем интересно, а что там такое происходит в Африке. Но в Дубае интересно. Это классная культура, это популярное туристическое направление для русских людей, в которое легко достаточно попасть, но при этом это как бы считается дорого. Поэтому в этом плане очень интересно. Плюс, конечно, маркетинг у Дубая. Дубай очень распиаренный город, и здесь, помимо того, что есть Министерство счастья, мы когда сюда переехали, мы удивлялись. То есть тут есть Министерство счастья, в котором есть министр, который полностью свою жизнь, свою работу посвящает тому, чтобы в Дубае было счастливо жить людям. Так вот, помимо этого, здесь еще есть Министерство маркетинга. Я, честно говоря, не знаю, как это корректно назвать. То есть тут очень мощно работают над маркетингом города, над маркетингом Дубая. Как вы видите, настолько хорошо поработали за последние годы на маркетинге Дубая, что это в том числе, конечно же, этот маркетинг, этот авторитет в том числе перешел на шоу. Второй момент, такой очень важный, базово у всех людей, есть потребность в трех вещах. Это здоровье, это деньги и это отношения. Дальше здоровье, это подразумевается как бы красота, отношения, это подразумевается там и личные, и с друзьями, и с коллегами, и так далее. Под деньгами, не знаю, там и благополучие, и саморазвитие, и реализация, и все в этом духе. И в шоу «Выжить Дубая» очень круто раскрыты все три вот эти потребности. Давайте посмотрим. Во-первых, здоровье, красота. Все как на подбор участники, что из звездной команды, то есть звезды нам уже привычные, очень красивые. Мы, кстати, отдельно поговорим про хейт над внешностью Надежды Сосоевой, я с этим вообще не согласна. То есть все как на подбор. Даже народники все очень красивые, очень ухоженные, и очень такие все, не знаю, стройные, подтянутые, красивые, все, супер. Мы смотрим на здоровых, красивых людей, при этом которые выживают. То есть они находятся в ограниченных условиях в плане пищи, они находятся в ограниченных условиях в плане жилищных условий. То есть они там спят в пустыне на раскладушке. Ну не на раскладушке, как вот на этой, на софе. Они там едят рис и финики, это все, что им дают и так далее. То есть нам интересно, как они с точки зрения выносливости тела проходят, эти испытания, здоровье. Плюс у них физические еще испытания происходят. Плюс они еще все очень красивые. То есть, конечно, там Оксана Самойлова, Надя Сосоева, там, не знаю, Вика Боня, вот эти все народники. То есть постоянно, конечно, красиво смотреть за красивыми людьми. То есть вот эта вот красота, здоровье реализуется у нас, потребность с вами при просмотре. К чему я это говорю? Мы потом с вами сейчас поговорим, как это встраивать в ваши блоги. Потому что очень важно, если вы вот эти три темы раскрываете, за вами точно будут смотреть. И если вы продукт свой и экспертизу свою под одну из этих трех направлений подгоняете, как бы с вами будут хотеть работать. И, соответственно, вам будут хотеть платить, если вы будете решать проблемы в одной из этих трех направлений. Касаемо денег. Тут интересно, какой момент. Победитель шоу забирает 10 миллионов рублей. 10 миллионов рублей. Это большая сумма. Что для народной команды, что на самом деле для звездной. Несмотря на большие заработки звезд, 10 миллионов рублей, как говорится, там дороги не валяются. Это хорошие деньги, которые все равно могут на что-то повлиять в жизни. И мы здесь наблюдаем, как и уже успешные реализованные люди, вот именно в плане денег, очень успешные, да, звезды, и реализованные в жизни, но, может быть, не так сильно реализованные в плане денег народники, сражаются за этот приз. Как они рассуждают, кто на что хочет эти деньги потратить, кому, исходя из этого, выходит наша симпатия. Очень интересный феномен. Плюс, соответственно, деньги тоже раскрываются, опять же, за счет вот этого люкса, за счет вот этого люксового отеля Atlantis. Кстати, там недавно появился воздушный шар. Очень всем советую покататься. Кто будет в Дубае, это самый недорогой вообще вид воздушного шара в Дубае. И очень красиво, особенно если на закате попадете. Вообще прям очень советую. И там совсем небольшая разница в вип-билетах. В общем, берите и летайте. Вот, скажем так. Вид будет на всю Пальму, на всю Марину, на побережье. Очень красиво. Ну вот, жизнь в люксовых отелях. Опять же, те, кто оказываются в люксовых отелях, выигрывают испытания, там живут, они проходят всякие атрибуты люксовой жизни. Там, я не знаю, их катают на яхте, катают на гоночных болидах, водят в рестораны, на массажи, фокусники к ним приходят и так далее. То есть мы имеем соприкосновение с вот этой вот денежной историей. И если говорить про отношения, то, по сути, весь проект про отношения. За парами интересно наблюдать. Плюс еще Лиса Нутяшева и Павел Воля. Это вообще отдельная тема. Это сейчас очень распиаренная пара, именно в позитивном экологичном ключе, слава богу. То есть они распиарены тем, как сильно они друг друга любят, какие классные у них отношения. И даже просто из-за того, что многие люди любят эту пару, любят их отношения, любят вот этот идеальный образ, который они выстраивают, даже если он не сильно соответствует действительности. Даже просто интересно посмотреть на их взаимоотношения, на то, как они взаимодействуют, как они переживают, на то, как пары на проекте взаимодействуют, на то, как в целом люди между собой взаимодействуют. То есть это отношения. Давайте посмотрим, как можно в блог свой интегрировать эти три направления. Что касается блога. Смотрите, какие мы можем использовать уловки, если каждое из этих направлений не является вашим приоритетным. К примеру, здоровье и красота. Вы, не знаю, там, эксперт, маркетолог или продюсер. Вы можете показывать, как вы тренируетесь, как вы следите за собой, как вы питаетесь. Фоновое чисто, как, знаете, одно из дополнений к вашему контенту. Там, допустим, один из десяти шортс об этом. Одна из пяти десяти сторис об этом. Внутри видео экспертного вы можете рассказать, ой, так, у меня зазвенел будильник, мне нужно, там, принять витамины. Или, о, там, просто проброс. Это никак не рушит ваш экспертный образ, но это добавляет вот этого флера, что вы следите за здоровьем, что вы здоровый человек. Следовательно, вы будете восприниматься, как более красивый человек. Ну, в общем, вот этот момент. Дальше, про отношения момент. На самом деле, мы доверяем всегда стабильным, взрослым, устойчивым экспертам. И навык выстраивать стабильные, взрослые, долгие отношения есть очень мало у кого. И если мы посмотрим с точки зрения исследований, с точки зрения науки, человеку, который находится в долгих, устойчивых, здоровых, счастливых отношениях, мы будем доверять больше, чем человеку без них. Который то к одному партнеру, то к другому партнеру, мы его уже будем не так серьезно воспринимать. Поэтому, опять же, вы можете озвучивать, что я нахожусь в долгих, здоровых отношениях. Я не знаю, там, вот, у меня скоро свадьба. И опять же, что-то в проброс. Нам не обязательно делать блог про нашу жизнь, нам не обязательно вести лайфстайл-блог. Но для экспертов это очень сильно актуально, в принципе, подсвечивать. Или какие у вас ценности в отношениях с друзьями, в отношениях с родителями, в отношениях с партнером, даже если в будущем. То есть показывать, что в этой сфере вы подкованы. Вот на самом деле показывать, что в этих трех сферах вы подкованы, вам уже доверия будет сильно больше автоматически. Потому что это три самые главные несущие конструкции, несущие ценности для каждого из людей. Соответственно, в плане денег. Если ваша экспертность никак не связана с деньгами, вы можете показывать, я не знаю, что вы инвестируете. Вот, к примеру, у меня ученица Маша Лаларт, она очень классный художник, у нее YouTube-канал для творческих, можете перейти. Она, мы с ней прям решили, что нужно это транслировать, и она это транслирует, и это очень удачно получается. То есть она как художник, казалось бы, такой творческий, ветреный человек, показывает свою твердую стабильность. Она показывает, там, проинвестировали в недвижимость, открыла там она оффлайн-мастерскую, еще что-то, еще что-то. Доверие сразу больше. Не просто Маша, девушка, которая там творческая, такая легкая на подъем, а Маша, которая разбирается в финансах, которая умеет с ними обращаться. Это сразу более твердый экспертный образ автоматически, плюс, конечно же, доверие больше к такому человеку. И желание выбирать как ролевую модель такого человека становится гораздо больше. Потому что, как правило, если мы посмотрим, то плюс-минус все обычно недовольны здоровьем, финансами, отношениями. Как правило. То есть это такие три сферы, которые постоянно находятся в зоне роста у людей, и людям хочется следовать и наблюдать за людьми, у которых с этим все в порядке. Поэтому еще за звездами так интересно наблюдать, потому что есть вот это иллюзорное ощущение, что они как бы идеальные, и у них с этим все в порядке. И опять же, как мы можем к продажам, к деятельности привязать эти три направления. Например, вы делаете украшения, и делать там только парный браслет, или там украшения для того, чтобы встретить свою любовь, чтобы его сорвать, когда вы любовь уже встретили. Или, например, вы делаете какие-то картины, допустим, пишите, пишите их для здоровья. То есть, не знаю, в дом, если повесить вашу картину, будет здоровье, там вылечится тот, кто болеет и так далее. То есть, в общем, придумывать какие-то смыслы, связанные с одним из этих трех. Надеюсь, здесь понятно. Пишите в комментариях, если нет. Я, возможно, еще отдельно видео сниму на эту тему. Какой у нас третий важный триггер? Я, наверное, больше не буду считать, если я запутаюсь. Это противостояние и интрига. То есть, в принципе, задача любого стори-тейлинга, а стори-тейлинг — это, в принципе, любой сценарий. Можете почитать на эту тему книгу «Стариномика классная». Мы заинтересовываемся, когда есть какой-то, в принципе, триггер, да? И в данном случае это противостояние, потому что это команда против команды. Потом, когда команды уменьшаются, это участник против участника. Кто выиграет, кто окажется сильнее, кто какую тактику проявит. Это всегда интересно. Плюс, соответственно, интрига. Кто выиграет 10 миллионов рублей? Кто? Кто же это выиграет? И мы это можем с вами использовать для наших стори-тейлингов, для нашего контента. То есть, к примеру, мы снимаем видео, там, главная ошибка, из-за которой в вашем блоге упали охваты. И вот она, интрига. И вы не раскрываете эту ошибку, там, в первой минуте видео, а говорите в конце, подводите, объясняете, по какой причине эту ошибку люди совершают, кто ее обычно совершает, в каких блогах ее совершают, почему ее нельзя совершать, а потом саму ошибку. Понятно, что, возможно, можно словить хейта за это, но ваш блог, ваша игра, ваши правила. Так что вы можете это использовать. И, в принципе, если есть хейт в вашем блоге, это считается хорошо, это значит, что люди к вам неравнодушны. То есть, например, у меня сейчас одна из проблем, одна из точек роста, то, что у меня достаточно ровный образ. То есть, я такой, как бы, осознанный, спокойный, экологичный человек. И что интересного спрашивается? И что вот за этим смотреть? И я сейчас как раз нахожусь в поиске вот таких моментов, которыми я могла бы цеплять, триггерить. Поэтому, если у вас они есть, часто может триггерить, я не знаю, какая-то необычность во внешности, там какой-нибудь, я не знаю, пирсинг, или цвет волос, или вес, или там еще что-то такое, в общем, цепляющая какая-то вещь. Или цвет постоянно какой-то использовать. То есть, если у вас достаточно ровный образ, нужно использовать какие-то дополнительные вот эти моменты для интриги и для того, чтобы внимание заострялось на вас, скажем так. То есть, у нас, по сути, включается путь героя. Путь героя — это основа любого сторителлинга. Есть еще книга классная «Тысячеликий герой». Там как раз вообще вот про принцип вот этого пути героя, как его выстраивать, как его... Ну, дальше уже можете сами там немножко додумать, перекладывать на контент. По этим сценариям пишутся все голливудские фильмы. То есть, здесь как бы у нас путь героя. А получается, в шоу «Выжить Дубай» у нас путь там десяти героев. Я, честно говоря, не помню, с каких точно. И нам за каждым интересно наблюдать, потому что это каждый яркий персонаж. У них у всех между собой то конфликты, то разногласия, то там какие-то отношения, то еще что-то. И мы за этим десятью героями наблюдаем еще в рамках интриги, еще в рамках лакшери жизни, которая нам интересна, еще в рамках ведущих, у которых хорошая репутация. Ну, то есть, понимаете, здесь просто комбо. И, конечно же, эмоции — это следующий момент, потому что если ваш контент не вызывает эмоций, его скучно смотреть. И на самом деле, вот если посмотреть первые серии шоу «Выжить Дубай», они там что-то постоянно выясняют, борются между собой, там, не знаю, у них какие-то конфликты, еще что-то. Но в какой-то момент выходит серия без этого. Я не люблю негатив, у меня в жизни вообще нет негатива. Я даже, наверное, какие-то вот эти вот дополнительные эмоции через это шоу просто получила. И в какой-то момент выходит серия, где этого ничего нет, никаких вот этих вот негативов, скандалов. И у меня даже промелькнула мысль, а зачем мне это смотреть? Что-то все бегают там в пустыне и так далее. То есть вот эмоции — очень важный элемент контента. Когда вы не испытываете ни резко положительные эмоции, ни резко негативные, ни хоть какие-то эмоции от контента человека, это может быть и вдохновение, это может быть и успокоение. То есть, например, вот я всегда стараюсь в своем контенте скорее вызвать эмоцию вдохновения, там, мотивации какой-то. Но если не ровно, если нет никакой эмоции, у людей вопрос «А зачем мне это смотреть?» Поэтому ответьте себе на вопрос. Есть ли какая-то эмоция в вашем контенте? Есть ли причина, по которой ваш контент будут смотреть? Какая-то эмоция? И на самом деле это не значит, что вы должны там, я не знаю, беситься в контенте или еще что-то. Но вы можете где-то приутрировать, не знаю, какую-то конфликтную ситуацию в команде рассказать. Где-то немножечко перерадоваться, рассказать, как вы там, я не знаю, первый раз что-то сделали. Первый раз там, не знаю, что-то прикольное у вас в жизни произошло. Например, я вот в Европе первый раз летала бизнес-классом, но это был настолько смешной бизнес-класс, что мне даже это, ну, я не вижу смысла это показывать. Поэтому я бы про это рассказала, конечно, как бы порадовалась. Но если бы было там чему радоваться. В общем, на дешевых перелетах не советую никому этими услугами пользоваться. Еще отдельно из тем, которые мы обсуждали с ученицами, почему хочется смотреть шоу «Выжить в Дубае», это костюмы Лейсан Утяшевой. Это просто каждый раз, по 50 раз за шоу, какая-то феерия, какие-то супер яркие, супер интересные, супер необычные образы, хорошо поработали стилисты. Вот на заметку всем стилистам вы можете сейчас брать и снимать разборы нарядов Лейсан Утяшевой на «Выжить в Дубае». Это 100% соберет просмотры, это хорошо покажет вашу экспертность, потому что, например, какие-то наряды мне нравились, какие-то нет, но я как обычный обыватель, не связанный со стилем, который просто одевается вот для себя, у меня нет понимания, а что реально модно было из этого, а что нет, а почему, а почему ей вот этот образ подошел, а мне бы не подошел. То есть там очень много интересных тем для рассуждения, и я всегда советую вот все феномены, как я сейчас разбираю это шоу, брать себе в контент и со своей экспертной точки зрения разбирать. Визажист разбирает, я не знаю, там, макияжи игроков «Выжить в Дубае», стилист разбирает костюмы, психолог разбирает взаимоотношения, там, эксперт по соцсетям разбирает, почему это залетело на Ютубе. Сейчас еще вот как раз технический момент с Ютуба разберем. Соответственно, вот в любой нише, там, не знаю, тренер разбирает, почему Надя Сосоева такая худая, а этот джигант такой накачанный, но там, не знаю, невысокий, еще что-то. Ну, то есть вот все, что вы хотите, как эксперт, можете прокомментировать относительно какого-то популярного явления. Почему на Ютубе еще так хорошо зашло это шоу? Что люди, они в ленте рекомендаций сидят и долго выбирают, что им нажать «посмотреть», но люди не любят выбирать короткий контент. То есть, представляете, вы 10 минут потратили, чтобы выбрать видео, которое хотите посмотреть, чтобы на него нажать, и оно через 10 минут закончилось, а еще многие смотрят там x1,5, x2 и так далее. Зачем? То есть у человека потребность выбрать какой-то контент подольше, чтобы еще подольше не нужно было делать выбор, потому что, в принципе, с точки зрения психологии, выбор — это очень отягощающая нас вещь. Нужно взять ответственность, нужно рискнуть, а вдруг видео кажется неинтересным и так далее. Ну, то есть я как бы утрирую, понятно, но суть такая. И человек любит что-то, что он нажмет, и оно не закончится, пока вы не доделаете какое-то дело, например. Или вы сидите вечером с семьей, там ужинаете, вам нужно что-то включить, вот пока ужин не закончится. Вам нужно, я не знаю, на несколько дней выбрать контент, который вы будете слушать по дороге на работу. И в этом плане очень хороший хронометраж у шоу, выгодный. Вот. И в этом плане я всегда вам советую, если вы снимаете длинные ролики на YouTube, это суперперспективный формат, не делать их короче 15 минут хотя бы. Ну, то есть можно, в принципе, с натяжкой делать 10, но в идеале не короче 15 минут, чтобы это играло как бы как приоритет в выборе вашего контента в ленте. И в этом плане это шоу, так как оно длинного хронометража, оно интересное, оно яркое, оно актуальное. Просто побило все моменты. И насчет хейта Нади поговорим. Это, наверное, момент, который больше всего меня расстраивает. Возможно, я скажу непопулярное мнение, я это понимаю, но, на мой взгляд, она адекватная. Просто она выбрала играть роль антигероя на этом шоу, что абсолютно нормально. То есть, например, недавно я тоже анализировала интервью с Кариной Нигай, и она рассказывала про звезды в Африке, и она там говорила о том, что у меня была стратегия выбрать роль антигероя. Здесь то же самое. То есть, как бы человек выбирает, какую роль отыгрывать. И заметьте, все мемы, все какие-то видео, все какие-то посты, даже хейтерские и так далее, они все про Надю. То есть, она себе медийность очень сильно этим ходом, этим шагом подняла. То есть, представляете, если бы она просто сидела серой мышкой и такая, ну, все будет как будет, мне не важно, буду просто играть, и такая вот хорошая, добрая для всех. Ну, никто бы ее не обсуждал, никто бы даже не запомнил, что на этом шоу была Надя Сусоева. Вот в чем вопрос. Плюс у нее очень классная фигура. То есть, она худая, красивая женщина, она вообще не выглядит на 40. Она реально воспринимается скорее как девушка. И, конечно, на что произошло, на нее полилось огромное количество хейта от женщин, что как она плохо выглядит и так далее. Вот что я здесь хочу вам подсветить. Если вы получаете в свою сторону хейт, это не всегда значит, что у вас реально это негативное, то, что хейтер комментирует. Возможно, вам просто завидуют. Возможно, человек понимает, что он родился с другой генетикой, и у него никогда не будет фигуры, как у Нади, даже если он сделает 50 пластических операций. И что ему остается? Отвергнуть Надю. Потому что в его жизни нереально достичь такой фигуры. В его жизни просто нет возможности достичь такой фигуры. А ему нравится эта фигура. И он же не будет жить и страдать, и понимать, что как несправедлив мир, как мне повезло, а вот Наде повезло, какая она красотка, молодец, буду ей под каждым постом писать, что она красивая. Нет. У нас психика так не работает. Психика таким образом себя разъест. А задача нашего организма защищать нас. Задача нашего организма, чтобы с нами было все хорошо. Поэтому психика какой выбирает момент? Отвергнуть то, что мешает нашему хорошо. Что вполне нормально. И огромный хейт палился на Надю. Я считаю, как бы, ну, не совсем заслуженно. Потому что она адекватная, она нормальная. Да, она там где-то больше агрессии своей проявила, где-то больше там антигероя сыграла. Но это не дает повода ее так сильно хейтить, скажем так. К чему я это? К тому, что у вас могут быть какие-то моменты, за которые вас потенциально будут хейтить. Не всегда нужно их скрывать. Не всегда нужно их как-то прятать. Потому что хейтят как за хорошее, так и за плохое. Например, когда вы показываете про себя что-то плохое, люди такие, да, молодец, начинают поддерживать, начинают спасать вас. Потому что видят, что вы в слабой, уязвимой позиции. А когда вы показываете, что у вас все хорошо, не знаю, там, вы хорошо живете, хорошо выглядите, там, еще что-то. Люди видят, что вы не в слабой позиции, вы в сильной позиции. Ну, как бы, условно, там, в чем-то сильнее, чем они. Как они это воспринимают. Вы даже можете так не думать. И они сразу начинают вас хейтить. Потому что, а теперь-то я в слабой позиции. Я это отвергаю. Я не хочу так думать. Я не хочу так воспринимать. Поэтому я буду отталкивать все, что мне, как бы, небезопасно. Все, что моей психии небезопасно. И очень часто это происходит подсознательно. То есть вы начинаете ненавидеть человека, у которого есть то, что вы хотите. Вы начинаете отталкивать, отвергать, обесценивать человека, который достиг того, чего вы бы хотели, а у вас этого не получилось сделать. К сожалению, так работает. Защитный механизм психики. Если вы будете хотя бы это в себе отслеживать, я думаю, что вы станете сильно счастливее. Отслеживаете и спрашиваете, а что есть у этого человека, которого я не люблю, который меня бесит, которого я хейчу, чего нет у меня, а чего я на самом деле хочу. И вместо того, чтобы его хейтить, залипать на его странички, испытывать негативные эмоции, вы можете просто пойти и расписать план, как добиться того же самого, что есть у этого человека. Ну что, всех обнимаю. Такой у нас получился немного лайтовый лайф-разбор «Выжить в Дубае». Я, честно говоря, давно уже хотела снять, когда еще пошел хайп на это шоу. Что-то я как-то упустила этот момент, но лучше поздно, чем никогда. Будет интересно послушать ваши мысли, почитать на фоне этого шоу, какие вы советы берете себе в свою стратегию, в свой блог. И, может быть, есть еще какие-то, я не знаю, шоу-феномены, о которых вы хотите послушать мое мнение. Единственное, что... Вообще, на самом деле, единственное реальти-шоу, которое я смотрела когда-либо, это «Холостяк» и «Мистер Икс». Потому что, ну, из-за того, что я уже давно вот в таких стабильных отношениях, здорова, мне иногда не хватает вот этой бурь эмоций, я там, не знаю, свиданий, эмоций, там, это расстался, этот сошелся, этого отверг, а этого нет. Потому что у меня и в окружении у всех суперстабильные семейные отношения. И в этом плане, конечно, забавно посмотреть такие шоу. Но «Выжить в Дубае» — это, наверное, было первое реалити-шоу, вот что-то типа на выживание, на спорт, на какие-то вот эти конкурсы, которые я реально посмотрела, и мне нравятся, и мне интересно. Поэтому жду ваши мнения в комментариях, жду ваши инсайты в комментариях. И до встречи в новых видео. Всех обнимаю. Очень скучала за лето. Немножко восстанавливалась, набиралась новых идей для контента. Впереди новый рабочий год. Ура! Всех обняла. Всем пока!